Программа «Право голоса» 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 Я приду, например, в Германии. Люди приезжали, получали пособие, которое позволяло им жить и не работать. И ничего не делали. И ничего не делали. Поэтому говорить о том, что максимальное увеличение льгот передоставлением возможности для переезда – это только благо? Нет. Это в определенном случае отнимает определенные средства от тех граждан, которые живут сейчас в этой стране. А давайте попробуем разобраться, кто такие соотечественники. Вот я хочу понять тоже. Под это понятие подходят абсолютно все. Сколько населения было Советского Союза у нас? 250. Все 250 миллионов человек. Есть понятная юридическая дефиниция, понятие соотечественники, где она включает граждан, живших в СССР, соответственно, на территории. Возможно, человек всю жизнь жил на Украине или всю жизнь жил в Азербайджане, но он гражданин был Советского Союза и решил приехать в Российскую Федерацию. Вячеслав Александрович, как вы думаете, 50 тысяч человек приедут? Ну, я надеюсь, приедут, поскольку у них окончательно не стало другого возможности натурализации или легализации натуральной России. Последний указ, который денонсировал четырехсторонние или двухсторонние, по-моему, межправосоглашения с Киргизией, с Казахстаном, с Белоруссией о упрощенном порядке получения гражданства. Кстати говоря, для меня удивительно, как это могли бы указом денонсировать межправосоглашение, которое выше, чем собственные законодательства. Это мне непонятно. Но я хотел бы сказать о другом чуть-чуть. Что такое работа вообще во всем мире? Если человек получил место работы, он получает автоматически все. Жилье, машины, все. Ну так, в развитых странах. Что у нас? Три тысячи рублей в коровнике. И там дальше что? Только это дело и все. А почему в коровнике? А потому что другой работы не давали. А какой ему дадут? Интересно, директорам банка что ли здесь? Не, ну подождите. Но приезжает, если нормальный специалист квалифицированный. Я вам говорю, человек, который... Ну, я немного утрирую, да? Ну, достаточно компетентно. Следующий момент, который... Это сдерживало людей. И следующий, самый странный, самый такой тяжелый барьер, самый мощный барьер, это регистрация. Без которой нет работы и всего остального. Человек приезжает по программе, с участником, да, вот он участник программы, приезжает, находит место жительства, снимает квартиру. Ему говорят, слушай, пожалуйста, за эти деньги живи у меня, зарегистрируй меня. Не, ни за что. Вот подождите, 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 я уже начинаю, я уже ничего не понимаю. Вот есть программа, человек приезжает в Россию, ну что, он снимает жилье? Конечно. Как снимает жилье? Жилье. А кто же ему жилье предоставит? Не, ну как, что же это за программа такая? А вот такая ситуация, чтобы гражданство получить, сколько стоит у нас жилье? Вот подождите, это нормально, как вы считаете? Я еще раз повторю. Вот когда человек приезжает, он должен квартиру еще где-то снять. Ну, это нормально, когда мы решаем вопрос жилищного обустройства граждан Российской Федерации. Это нормально. Значит, еще вопрос не решен. Поэтому я еще раз повторю, чтобы не было иллюзий. Государственная программа не является программой репатриации. Иногда есть центры временного размещения, где люди 3, полгода, где-то год, где-то полтора в Калининграде. А где-то несколько лет. А где-то вообще... В том же Калининграде. Это поселок Северный, про который знает вся страна. Знает вся страна, да. Но там есть и другие поселки, Багратионовские, например, в котором... Но поселок Северный, про него знает вся страна. В котором вообще приватизировано сейчас жилье. И те, которые там проживали, получили постоянную прописку и получают сейчас в собственности это жилье. Есть разные программы. В Амурской области сейчас предоставляют земельные наделы, предоставляют жилье тем, кто занимается агропромышленным комплексом. Племенной скот и так далее. То есть это уже ближе, скажем так, к Столыпинской аграрной реформе. То есть есть разные... Я повторяю, что, конечно же, есть определенный путь. Программа развивается. И разные регионы начинают, так сказать, вливать все новые и новые механизмы в реализацию этой программы. Ремарку просто очень... Ремарку, да. Ремарку короткую про обеспечение жильем. Вы понимаете, есть люди, которые хотят вернуться, умереть на родной земле. 65-70 лет. И если идти по логике, которую сейчас мы озвучиваем, что надо давать жилье, мы просто должны предоставить жилье приехавшему человеку умереть на родной земле. Он не приехал работать, он не в репродуктивном возрасте. У нас он не увеличит численность населения России. Он просто приехал умереть на родной земле. Мы ему даем квартиру, жилье, льготы, обеспечение, что он прекрасно умер на родной земле. А до 70 лет он прожил в другом государстве. Вы предлагаете следующий вариант. Сразу выделить ему просто кусочек на каком-то классе, поставить там палатку и пускай умирает, если ему 65-70 лет. Еще раз говорю, я предлагаю не превращать эту программу в ситуацию для того, чтобы мы просто обеспечивали за счет живущих в России граждан возможность хорошо провести старость тем, кто хотел. А те, чтобы приезжали люди, которые готовы работать в этой стране, развивать эту страну, вот для них мы должны развивать эти вопросы. Да, пожалуйста. Вот такой вопрос. Во-первых, сколько у нас регионов высказали готовность принять соотечественников? Сейчас 40. Да, где-то 42, по-моему. Москва, Петербург есть в этом списке? Нет, нет. Нет, а кто принимает решение? Откуда вообще появляется этот список? Ну, это министерство регионов развития лучше знает, как появляется этот список. Они кому навешивают, кого просят, кого... Даже навешивают? Да, да, да. Понятно. Вот, это один момент. Я бы хотел сказать, у нас очень низкая мобильность населения. Мы, по-моему, где-то находимся среди стран, где-то около 80 в каком-то месте по мобильности. До 1955 года у нас не было паспортов. После 1955 года у нас какая-то система не развивалась. И поэтому внутренняя миграция, она имеет очень такой, не сказать, диковатый характер внутренний. Просто люди сами выбирают, где получат, куда-то поехали, приехали и так далее. У нас не регулируются эти процессы. Не регулируется внутренняя миграция. Возникают вопросы с теми мигрантами, которые соотечественники, несоотечественники и так далее. То есть вопрос миграции в целом... Мы недавно рассматривали в Думе, правительственный час был, выступал у нас глава службы. Нету пока единой концепции, которая бы учитывала все эти факторы. Я все это понимаю. Я понимаю огромное количество проблем, про которые вы мне только что рассказали. Но я хочу получить ответ на очень простой вопрос. Сейчас, Сергей Петрович, насколько я понимаю, да, это Россия заинтересована в возврате этих людей? Естественно. Совершенно верно. Роман, реплика по этому поводу. Если наше государство в этом заинтересовано, то как вы считаете, вот, например, вот, может быть, там вообще отказаться от каких-то там денежных почетов там и еще, а просто принимать всех? И вот и дело с концом. Совершенно верно. Нет, нельзя согласиться. Ну почему? Нельзя согласиться. И на мой взгляд, все-таки, давайте мы в нынешней ситуации не впадать в ситуацию шизофрении. Потому что, с одной стороны, мы заявляем о том, что мы будем строить Евразийский союз, восстанавливать новую большую страну. Нет, подождите. А дальше рассуждаем, как конкретное национальное государство, которое хочет высосать, так сказать, кадры из всех других стран, спасти, да еще применить на работе. Ну, потому что они нам нужны. Имеем право. Откуда вы взяли, что они нам нужны в таком смысле? В каком смысле? А, это большой вопрос. Роман, Роман, ну тогда вот надо определиться. Знаешь, что он начал в программе? Я просто участвовал в разработке вот первого варианта этой программы. Один губернатор дальневосточный, который сейчас еще больше стал начальником, он прислал сразу телеграмму, 80 тысяч соотечественников готов принять завтра. Слава Богу, мы догадались запросить, а что он имеет в виду, куда принять, на какие рабочие места. И там, как Мишлав Александрович правильно сказал, доярка, 180 километров от Хабаровска, значит, жилье есть, но без стен, там зарплата 1800 рублей. Еще раз, не очень понимаю, жилье есть, но без стен. Говорят, у нас дефицит кадров, нам нужны люди. Вот у нас 80 тысяч вакансий. Поэтому, хоть завтра, пусть приезжают, мы всех обогреем, обуем, устроим на работу. Но без стен. Когда запросили вакансии, то 99% этих вакансий, их назвать рабочими местами, вакансиями или еще каким-то приличным нематерным словом, нельзя. Что это означает? Это означает, что мы, приглашая соотечественников, исходим из какого-то совсем замученного человека, который в горах там, в Средней Азии, погибает. У него есть последний шанс куда-то выбраться на место этой доярки с 1800 рублей зарплата и так далее. А это совершенно не так. Конечно не так. Прошло 20 лет. Конечно не так. Есть люди-бизнесмены. Да, они хотят переехать и работать, но мы должны всем по-другому им предложить. Но, но, смысл-то в чем? Поэтому... Не, надо попросить, чтобы они нам еще не следы гранили на какой-нибудь счет. Роман, проблема не в этом. Нет, эту проблему снимает... Госпрограмма по переселению соотечественников, это выдающееся государственное решение. Почему? Первое. Мы дали большинству дееспособных людей за пределами Российской Федерации нормальную с помощью государства на федеральном и региональном уровне переехать в Российскую Федерацию. Это гуманитарно-политический выдающийся акт. Первое. Второй момент. Не всем, не сразу, не с домами, не совсем, но дали ускоренное гражданство и другие массоподъемные и прочее. Второй момент выдающийся в этой программе. Это впервые разговоры... Сейчас поспорю. Пожалуйста, впервые разговоры... Вячеслав Александрович, мне помогло. Я просто два доклада делал на эту тему и конкретными цифрами. Но, но, дальше момент какой? Второй выдающийся момент. Почему? Эта программа замечательная. Потому что она впервые к миграции подходит целевым образом. Не просто так, кто хотите, приезжайте, куда хотите, анклавы создавайте, чего угодно и так далее. Нет, говорится, в данном случае целевая миграция под потребности регионального развития. В этом центральный мотив был исходной программы. Но, что оказалось? То есть программа замечательная. Но в нашей социально-экономической модели, мне эта программа напоминает гениального пловца, которого пустили в асфальт, еще горячий, правда. Говорят, он жидкий, плыви. То есть он может в воде 100 метровку, мировую реку поставить. Но в этом жидком асфальте, по этому реплика, прозвучала фраза «приезжают умирать». Корни нашей проблемы, они в современной истории нашей Родины. Вы знаете мою любимую тему Югославии, да? Да. Существовали две социалистические федеративные страны СССР и СФРЮ. Мы жили за железным занавесом. Последние 20 лет этот занавес только открылся. А Тита после войны мгновенно всем гражданам Югославии разрешил свободный выезд на Запад. Десятки миллионов, не десятки, ошибаюсь. Около 10 миллионов человек, так или иначе, из страны, которая стала потом называться СФРЮ, стали гастарбайтерами. В основном это были неквалифицированные люди. Но некоторые потом там выучились, получили высшее образование, стали педагогами, врачами, учеными и так далее. Но 90% из них, вы знаете, что я долго работал в этой стране, 90% из них вернулись с этими деньгами, которые они заработали там, построили дома и умерли на Родине. Вот поэтому они построили дома сами, они вернулись с деньгами. А мы платим в Россию за счет своих средств, за счет средств наших граждан построить дома. Константин, давайте честно скажем, давайте тогда скажем честно, друзья, давайте скажем честно, нам, давайте скажем честно, нам эти люди не нужны. Вот это будет честно. Потому что то, что говорим мы, выглядит очень странно. Потому что мы говорим, нам нужны, у нас демографическая проблема, мы готовы всех принять. В итоге они приезжают. Люди, люди, которые живут в республиках СНГ, да, и после развала Советского Союза, вот они остались там, это глубоко урбанизированные люди. Мы все об этом знаем, у них нет связи с деревней, с местной, они все живут в городах. Соответственно, в курятнике, в коровнике они не поедут, мы это все прекрасно знаем. Мы ничего им не даем, мы не даем им работу, мы не предоставляем им жилье, мы не даем им нормальной регистрации. О чем было сказано, Вячеслав Александрович, зачем тогда мы этих людей срываем с места, заставляем бросать все, продавать за какие-нибудь, там 5-6 тысяч долларов, единственную недвижимость, которая у них есть, приезжать сюда и бомжевать. Кто их заставляет бомжевать? Мы же говорим им, ребята, Россия, ваша Родина, приезжайте, есть программа целевая. Если человек образованный, он может программу прочитать, может, как минимум, правильно, и понять, что мы говорим, раз. Второе. Прочитал. Вы знаете, вот некоторые наши законы, да, вот я вот совсем недавно участвовал в обсуждении одного из законов, мы его читали 60 человек. Все политологи, депутаты Государственной Думы, руководители фракций. А потом один из нас поднял руку и говорит, вы знаете, вот мы здесь вроде бы не идиоты, не дауны, а IQ у всех хороший, но мы ничего не поняли. А мы хотим, чтобы наши люди понимали. Я согласен. Если написано, что жилье не предоставляется, я не думаю, что кто-то запутается и подумает, что предоставляется. Если написано 60 тысяч рублей, я не думаю, что человек запутается, образованный, как-то, и знающий русский язык, соотечественник, запутается и не прочитает 60 тысяч рублей. Понимаете, мы говорим об этом. А второе, если человеку 80 лет, я очень уважаю старость, и если человек прожил 80 лет в Казахстане, то он нам не поможет ни по демографии, я подозреваю, ни в развитии, так сказать, наших каких-то производств и промышленности, а поможет только в том, что возьмет, получит чью-то квартиру, где молодой специалист наш, российский, выжили, ведь ее не получит, а получит он. И в ней будет прекрасно жить оставшиеся деньги. Сергей, вы им согласны, да, пожалуйста, слушаем вас. Здесь мы говорим не о том совсем, потому что замечательному человеку, заслуженному, которому 80 лет, он, во-первых, как член, как участник этой программы, по программе не поедет. Но он поедет, как член семьи. Как член семьи. И слава богу, Россия предоставляет такую возможность поехать молодому человеку с семьей, с детьми, которые здесь вырастут, а еще молодые люди родят здесь детей. И приедут старики, которые да умрут, и государство предоставляет такую возможность. Это очень хорошо. Но я хотел бы вернуться к тому, с чего мы начинали, да. Тут у нас уже, знаете, у русских было раньше два фундаментальных вопроса. Кто виноват и что делать, да? Появился третий. Получился третий. А кто же такие соотечественники-то? Как правило, соотечественниками поднимаются российскими, проживающими за рубежом, те представители тех народов, которые исторически проживают на территории Российской Федерации. Если человек причастен русской культуре, если он готов потрудиться на благо России, на благо развития русского языка и определяет себя российским соотечественником, конечно, это тоже российский соотечественник, да. У нас есть объемы, в принципе, не все. Коллеги, извините меня, если мы раньше могли взять любого трудового мигранта, который из Таджикистана, который не знает русский язык и объявить его соотечественникам, сегодня это сделать уже сложно. Почему? Он скажет, он скажет, я сейчас плохо знаю русский язык, но я очень хочу овладеть этим великим, могучим языком. Я очень хочу ознакомиться с творчеством. А это к вопросу о наших представителях органов ФМС, которые будут принимать его документы для оформления участия в госпрограмме. Я думаю, что, скорее всего, здесь возникнут определенные проблемы. И эти проблемы, согласитесь со мной, все-таки объективно присутствуют, да? Это не выдуманная проблема. Игорь, как происходило в Израиле и в Германии? Как происходило в Израиле и в Германии? Ну, во-первых, по поводу Германии. Тут коллега, член Совета Федерации, говорил, что в Германии сокращаются эти программы. В Германии сокращаются программы, потому что слишком большое количество немцев появилось в мире, немцев, кавыча, которые желают поехать в Германию, не имея на то, то есть, оснований. И просто очень неправильно использовать этот аргумент, когда в Германии есть 100 единиц к одному человеку в поддержке на его переселение, а в России есть, условно говоря, 10 единиц. И под соусом того, что в Германии сокращают программы со 100 единиц до 50, мы говорим, вот у нас 10 единиц, давайте, может, мы эти 10 единиц сократим. То есть, этот аргумент очень неудачный. Но я хотел сказать другое чиновнику Министерства регионального развития, членов Совета Федерации, по поводу жилья. Не надо наводить тень на плетень. Давайте посмотрим статистику. На июль месяц 2011 года, внимание, 10% соотечественников, которые переехали по этой программе, имеют постоянно жилье. 10%. Теперь временное проживание. Вы знаете, что временно проживать люди в этих центрах могут не более чем 2 года. Все остальные люди снимают жилье. И поэтому Роман совершенно правильно сказал. Мы говорим, добро пожаловать, соотечественники. Мы эту программу не называем репатриацией. И почему мы ее не называем? Потому что если это будет программа репатриации, мы сразу попадаем под действием женевских конвенций, где нет ограничений на возраст и так далее. Вот, и если честно, нам нужна программа не переселения соотечественников, тогда давайте об этом говорить. Нам нужна программа переселения рабочей силы. Вот давайте тогда так. И это будет честно. Надо думать обо всех. Россия, на мой взгляд, великая страна, которая в состоянии принять всех своих дочерей и сыновей, которые в силу, там, я не знаю, обстоятельств, оказались за ее пределами. Обязательно. Уходим на новости. Вернемся в эту студию через несколько минут, и право голоса получат наши эксперты, которые присутствуют в студии, но еще не участвовали в нашем разговоре. Это программа «Право голоса», и я ведущий Роман Бабаян, и сегодня мы говорим о программе по переселению соотечественников. «Право голоса» у наших экспертов. Фасидов, начну с вас. Это правда, что у многих наших соотечественников, которые приезжают на территорию Российской Федерации в рамках этой программы, возникают самые простые вопросы, на мой взгляд, и в то же время самые сложные, вопросы с получением российского гражданства? Проблем очень много, и поэтому очень много соотечественников за рубежом стали пользоваться не программой, а стали пользоваться теми изменениями, которые в 1960 году произошли, и была введена категория высококвалифицированных иностранных специалистов. И потому что практические проблемы, связанные с реализацией этой программы, существуют, они предпочитают находить работодателей в Российской Федерации, оформлять себе разрешение на работу в качестве высококвалифицированных специалистов, которые им позволяют на следующий же день подавать документы на оформление вида на жительство, минуя этап оформления разрешения на временное проживание. Сразу стоп. Значит, если есть работа, значит, можно перескочить одну вот эту ступеньку, да, временное проживание. Да, понятно. Но работа должна быть определенной, 2 миллиона рублей. Если есть работа. Если нет работы, тогда вначале человек должен получить вначале разрешение на временное проживание. Потом вид на жительство. Потом вид на жительство. Потом гражданство. Да. Какие временные интервалы? От одного документа, как говорится, от одной степени до другой. Разрешение на временное проживание выдается сроком на 3 года, вид на жительство на 5 лет. И после этого, после того, как человек прожил в течение 5 лет на основании временного жительства, он подает документы на оформление российского гражданства. Вы представляете, что происходит, да? 13 лет. Да не 13, 5. Ну как? 8. Вначале 3, потом 5, потом 5, 3 плюс 5, 8 плюс 5, 13. 8. Хорошо, ладно, пускай будет 5, хорошо. 8. 8. 8. 8. Нашли, нашли эту цифру. 8 лет человек, который приехал в Россию, потому что Россия заинтересована в людях, потому что у нас демографические проблемы, нам нужны специалисты, нам масса чего нам нужно. Человек приезжает сюда и в 8 лет не может получить российский паспорт. А кто вам сказал, что Россия заинтересована в людях? Откуда вы? Вот мне говорят об этом представители министерства, представители парламента, вот они мне говорят о том, что мы заинтересованы в этом. Я уже сказал про 80 тысяч вакансий в одной дальневосточной губернии, про доярку и так далее. У нас огромное количество собственного лишнего населения. Россия заинтересована в том, чтобы развивать себя и регионы. И что она, вот в этом трагедия программы, и что она не делает. Поэтому при моей любви к Александру Владимировичу как чиновнику и уважению к нему, то Минрегион за эту программу отвечает. Министерство регионального развития есть, а регионального развития в России нет. Вот в чем проблема. Я бы еще понимал, я бы еще понимал, такой пафос, если бы не вы были разработчиком программы. Мы тем более, что ее реализуем несколько лет. И я еще раз вам утверждаю. А второе, я хочу вернуться немножко к тем вопросам, которые вы поставили. Несколько стереотипов по поводу урбанизированного населения. У нас 31% приезжает из Казахстана, 19% из Узбекистана, 11% из Украины и по 10% из Молдовы и Кыргызстана. Нет, поэтому в этом смысле говорить, что там высоко урбанизировано население, это неправда. Это первое. Второе, пенсионеров не так много. Много, да. Совсем, я бы сказал, мало. 60% это... Прекрасно. 60% это люди до 40 лет. Нет, эта программа... Ну, значит, приезжают те люди, которые нам нужны, правильно? В том числе. В основном те, которые нам нужны, правильно? В том числе те, которые нам нужны. Мужчины, работоспособные и так далее. Так давайте им поможем. Значит, у нас, если посмотреть, кто поехал в ВКС, у нас поехали... ВКС это что такое? Высоколинфицированная сила, да. В основном это торговцы поехали, розничная торговая на рынках, якобы, да. И, значит, менеджеры по продажу. То есть это был такой тип ухода от, значит, натурализации... А почему они обходят ФМС? Так естественно, вы знаете, и в Соединенных Штатах обходят... Не-не-не-не, в Соединенных Штатах знаете, кто обходит это? Тот, кто через мексиканскую границу бегает. И не только... Вот они обходят, да. Кто какими-то фурами проникает на территорию Соединенных Штатов. А здесь совсем другого. Мы же не говорим про госпрограмму. В рамках госпрограмм там все отлажено по поводу принятия гражданства. Сейчас речь идет о том, что создается некий параллельный канал, по которому хотели обеспечивать высококвалифицированную рабочую силу. Это топ-менеджмент. Это научная сила. Вот действительно так все отлажено в рамках программы с получением гражданства? Нет. В рамках программы с получением гражданства достаточно все отлажено. И в целом механизм за то время, пока... Человек по программе приезжает, через какое время получает он гражданство? Через какое там? Через... От полгода до полутора лет. Он получает гражданство по программе спокойно, здесь нет никаких проблем. Нам нужно учитывать, что программы у нас добровольные, да. И человек сам делает сознательный выбор. Ну как это может быть? А надо добровольные. Понятно, что вы людей не сажаете в самолеты, там не за угрожаемых автоматами. Если бы вы с вами вместе, вдвоем, пошли бы в какую-нибудь временную рабочую группу в Астане, да, и пообщались с тем контингентом, который приходит и собирается переселиться из Казахстана в Россию, многие вопросы отпали. Потому что мы бы с вами увидели, что там молодые люди, где-то возраст средний, 40 лет, а то и меньше, да, часто с высшим образованием и с средне-техническим образованием, люди с детьми маленькими. И это очень хороший демографический потенциал. Прекрасно. И более того, из того же Казахстана собирается ехать очень много. Из-за людей много, которые люди собирается ехать реально, да. Я же про это говорю. И Россия, я же про это говорю. Крайне санкционно. Люди золотые. Более того, и люди сами хотят поехать. Прекрасно. Россия заинтересована. Так давайте сделаем режим наибольшего благоприятствования. Вот о чем идет речь. А этого режима нет. Сегодня мы здесь должны обсуждать, как это делать. Что вы там не говорили. Работу понятно, что они сами будут искать. Никто им не найдет хорошую работу. Кстати, по поводу ВКС, я могу сказать, я лично направлял перед этой программой запрос. В Академию наук и высшие этапы, в эти высшучебные, не высшучебные, но академические институты. То есть, нужны нам кандидаты наук и доктора? Нет. И получи какой ответ? Не нужны. Не нужны. Прекрасно. Вот. Это насчет декабря. Дальше. Дальше. Люди, которые ехали, смотрели на эту программу, только очень утилитарно. Получить гражданство. Что они получили? Приезжают. И вот тут, вы тогда как-то закривили меня, чтобы получить РВП, он должен получить регистрацию по месту пребывания. РВП, разрешение на время пребывания. Это первый этап. Проживание. И вот тут проблема начинается. Его никто не хочет официально регистрировать. По разным причинам боятся. И ему тогда не дают РВП. И он не может получить гражданство. Вот, насколько я знаю, Александр Владимирович, пытался эту норму убрать. Спасибо. Не было этого барьера. А на самом деле этот барьер, он незаметен очень, но очень существенный. Почему возмутились наши соотечественники, когда денонсировали вот это российско-казахское киргизское соглашение о упрощенном порядке? Потому что это был реальный и простой путь для наших соотечественников получить в упрощенном порядке гражданство. Его аннулировали, изогнали опять гражданство и опять в этот барьер уперлись. Если нет регистрации, разрешения на временное проживание, если нет вот этого документа, человек может устроиться на работу? По закону нет. По закону нет, да? Все равно этот вопрос решается регионально. Нет вопроса этого в районе программы. По закону регистрации не может служить. Отсутствие регистрации по закону, в правом кодексе написано, не может служить отказом приема на реальном. Реально решают вопрос. А когда КИБМС стоит насмерть, чтобы это убрать, насмерть, гражданство не получится. Роман, Роман, но есть проблема же... Роман, нет этой проблемы в госпрограмме, проблема в другом. Вот сказал Вячеслав Александрович, что кандидаты наук не нужны. Вот смотрите, 5-6 лет идет госпрограмма, а у нас в Дальнего Востока последние 3 года на 20% стало выезжать больше молодежи. Соответственно, в регионы столичные. У нас сейчас повально среди молодежи валить из рашки. Это основной лозунг. Поэтому проблема получается, в этом проблема, что люди в стране не нужны. Ни кандидаты наук, ни кандидаты наук не нужны. Кандидаты наук не нужны. Колхозников нет. При этом программа есть. Один миллиард с лишним мы на нее выделяем. Вадим Леонидов, да, вот в Латвии все хорошо. Может быть, действительно, давайте, может быть, откажемся от любых программ, может быть, вот так вот надо поступить и сказать, слушайте, оставайтесь там на местах, тем более мы сейчас собираемся Евразийский союз создать и так далее, и так далее. Так или иначе окажемся все в одном географическом пространстве и не надо к нам приезжать. Может быть, вот таким путем пойти? Понимаете, Роман, если исходить вот из того идеального представления, которое, я понимаю, вы просто, так сказать, для обострения нашего разговора предлагаете, что люди должны приехать из одной страны в другую, но при этом не испытать никаких проблем. Понимаете? Переехать из одного района Москвы в другой мучительно сложно. Владимир Леонидович, я согласен. Три переезда, один пожар. Вы понимаете? Да, да, да. Это в том случае, если человек переезжает сам, вот он переезжает из одной страны в другую, да, мы все люди взрослые, мы прекрасно понимаем, что вот такая вот миграция и миграция, она без следа не проходит. Но когда тебя зовут, они думают, слушайте, мы понимаем, что нас ждут огромное количество сложностей, несмотря на то, что именно Россия нас сама и позвала, несмотря на то, что выделены грандиозные деньги из бюджета под какую-то программу. Мы все равно знаем, что нас ждут сложности. Мы просим только, не делайте эти сложности, там, я не знаю, громадными и там, я не знаю, непереносилыми. Пускай они будут хотя бы нормальными. Вот как рассуждают люди, они готовы к сложностям. А мы делаем все время все сложнее и сложнее. Первое, откуда взялись миллионы, это воспоминания о 90-х годах, когда в 90-х годах, несмотря на полное отсутствие программ, на создание значительных препон, на то, что у нас рушился рынок труда здесь, в России, тем не менее, приехали миллионы, потому что там они просто не могли. Но это приехали наиболее активные, наиболее динамичные. Остались другие, которым действительно уже надо создавать условия. Но эти другие, вот вы понимаете, когда начинали эту программу, да, почему-то, так сказать, социологические исследования как-то решили не проводить. Потом, после того, как она начала рушиться, начали проводить социсследования. Оказалось, что очень просто, когда тебе задаешь вопрос, хочешь ли ты переехать в Россию? 90% отвечают, хочу. Задаешь следующий вопрос. Собираешь ли ты при нынешних условиях переехать в Россию в ближайшие годы? 2% отвечают, что собирается. То есть люди, в принципе, хотели бы, но они не готовы, прекрасно понимая все сложности. Поэтому вот это соотношение программы, рассчитанные на миллионы, и 60 тысяч переехал. Вот оно отсюда. Константин, действительно такие данные, да? Да, это правда. То есть на уровне, хотели бы вы, в принципе, рассматриваете возможность переехать в Россию. В принципе, да. В принципе, да. Там, да, говорят об этом. Но реально, зная о тех сложностях, которые в России возникают, а вы понимаете, что уровень информированности их зависит, в первую очередь, канал информации их, это те люди, которые уже приехали. Уже там, которые уже в России, они получают от них обратную связь. То есть первый круг. Сидите, никуда не дергайтесь. Нет, уже не так. Вот не так, это сейчас 11-й год. И сейчас вы сказали, что в последний год у нас приехало 30 тысяч человек. После того, как действительно стали вноситься определенные изменения, которые упростили очень такие основополагающие вещи, на которые наши соотечественники рассчитывали. Еще один очень важный вопрос и важная проблема, и первая, о которой Сергей Юрьевич на самом деле сказал. А кто такие наши соотечественники? Конечно же, первый параметр, по которому наши граждане оценивают соотечественников, это кровь. В принципе, большинство говорят о том, что это русские люди. Это первое. Национальный. Национальный принцип. Объективные народы. Четко национальный принцип. Так, понятно, поехали дальше. Второе. Это место, грубо говоря, это люди, которые должны были жить, в первую очередь, конечно, в Российской Федерации. Во вторую очередь, и об этом говорят люди старшего возраста. Там 60+, у них там доминирует, в Советском Союзе. Это вот старшее поколение. Поколение более молодое, они говорят о том, что это люди, которые здесь жили в нашей стране. В нашей стране, именно в тех рамках, в которых сейчас мы находимся. Значит, момент очень простой. Кого мы ждем? Мы ждем русских, людей, которые разговаривают с нами на одном языке. Следующий момент очень важный. По поводу тех диаспор, которые существуют за границей, в том числе на Западе, да Германию мы изучали, тоже специально брали, Прибалтику. Господа, ну, я вам честно скажу. Задумываются о том, чтобы переехать в Россию из этих диаспор, меньшинство. Меньшинство, так называемое, неадаптируемое меньшинство. Те, которые в этих странах... Себя не нашли. Себя не нашли. Они не выучили их язык. И не могут его выучить. То есть те, которые не владеют языком той страны, в которой находятся, это в первую очередь западная страна, они как раз думают о том, о возможности возвратиться в страну. Это по-моему, Латвии и сюда. Значит, по поводу... Они не поедут. Так они не поедут. Вот там вот все так плохо, но они не поедут. Потому что уровень жизни там выше, выше, как не крути. Меньше надо поддерживать Россия. А в первую очередь, Роман, в первую очередь задумываются, чтобы приехать сюда. Это кто? Киргизы, таджики, узбеки. Эти страны, где уровень жизни, в принципе, ниже, чем в России. Вот там задумываются в первую очередь. Едут оттуда, где плохо, оттуда, где хорошо не едут, или едут оттуда, где хорошо, только тем, которым там плохо. Константин, вот такой вопрос. А как вот люди, которые живут в России, россияне, они как, в принципе, гипотетически относятся к этим, так называемым, соотечественникам, которые приедут? Они готовы, допустим, поддержать их в первое время? Сочувствуют они мы или нет? Вот как? Значит, знаете, вот интересные данные у нас есть. Заявляют о том, что... Вот поддержите вы такую программу, приселение соотечественников? Конечно, поддерживают. А когда мы, москвичи, задаем вопрос, как вы считаете, вы готовы принять их именно в Москве? Все знаем ответ. В Москве. Значит, говорят о том, чтобы в любой город России они могли беспрепятственно приезжать 10% москвичей и санкт-петербургцев. 10% говорят, в принципе, они говорят о том, что приезжайте только не к нам. Welcome туда, где вы нужны. Мы здесь в вашем... Программа в Москве и Санкт-Петербурге и не будет реализовываться. Конечно, ну кто бы... Слушайте, есть действительно в Москве и Санкт-Петербурге, это же святое. Сил нет у меня. Сил нет, Сергей Петрович, даму вперед. Ну нет сил. Но все-таки потом время. Я хочу ответить на ваш вопрос. По поводу того, что для россиян, для русских, переселенец. Вот, соотечественник, Константин сейчас говорил, я, может быть, скажу крамольную вещь. Но не кровь здесь играет роль, и не место его рождения, а нужность и важность человека для этой территории. АПЛОДИСМЕНТЫ А почему тогда наши люди переселяют в другой регион, не чувствуют это изменить? Я вам хочу сказать, отдаленный район Красноярского края, не было врача, больница загибалась. И туда приехал квалифицированный хирург Киргиз, хорошо говорящий по-русски. Да. Различный, да. Русский, да. Туда приехал, его жена, прошедшая стажировку в Германии и так далее, продвинутый очень хирург. Туда приехала его жена, естественно. Я знаю еще про одного негра, который... Туда приехала жена, хирургическая сестра. Так я вам хочу сказать, что они не то, что их приняли, они совершенно закрыли глаза, несмотря на то, что там жильем тоже были проблемы. Сергей подтвердил, они отдали им полдома сначала. Там еще история была с Акушеркой очень хорошая. Да. Акушерка, которая из Киргизии приехала в другой район. Они личные Киргизии. Я понимаю. Я понимаю. И когда она собралась приехать в другой район... Это, видимо, очень отдаленная деревня Красноярского края. Вы понимаете, почему мы положительные меры начинаем загонять как-то отдаленные территории, несущественное явление. Положительные примеры есть. Если соотечественник нужен, и если это специалист, он всегда будет принять. Готов принять. Сергей Петрович, как обещал, реплика. Сегодня я ехал в студию из своей деревни по Минскому шоссе, и в сторону Москвы огромный поток. А из Москвы, ну, там раз, два, три, четыре машинки на полкилометра. К сожалению, поток наших соотечественников, уезжающих за рубеж в последние годы, это вот они со мной в одном потоке шли. А соотечественников, которые возвращаются, это вот другой был поток. В этом самая большая проблема. И здесь не только... Мы же заинтересованы в том, чтобы перевомить ситуацию. Это не соотечественники. Мы же заинтересованы. Мы уходим на рекламу, вернемся в эту студию через несколько минут, и «Право голоса» получат наши зрители, у которых тоже есть вопросы к нашим гостям. Это программа «Право голоса», и я ведущий Роман Бабаян, и сегодня мы говорим о программе по переселению соотечественников «Право голоса» у наших зрителей. Пожалуйста, первый вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Любовь. Мои друзья азербайджанцы по программе переселяются в Курганскую область. Но они трудоспособные и молодая семья. Но с ними, членом семьи, является тетушка престарелая. Вот как она будет обеспечена? Будут ли у нее пенсии, может быть, какие-то социальные льготы, или, может быть, дополнительные какие-то метры на жилье? То есть это вопрос нигде не оговаривается и не озвучивается. Они вот сейчас озабочены этим. Ответьте, пожалуйста. По поводу престарелой тетушки, это, наверное, вы, Константин. Ваша специализация. Я сразу могу сказать, что в этой программе предусмотрена и для членов семьи предусмотрена компенсация. Тетушку перевезут сюда бесплатно. Но отнимать жилплощадь у наших пенсионеров ради тетушки не будут. Но, возможно, в Кургане, возможно, в Кургане, если регион заинтересован, возможно, там есть свои внутренние правила, которые есть, это суперспециалисты. Возможно, по этим правилам есть какие-то особенности, которые позволяют чуть расширить рамки гарантии, которые дает Российская Федерация. Александр, пожалуйста. Как только тетушка станет гражданкой Российской Федерации, и те, кто переезжает в качестве членов семьи или участников, на них будут распространяться все те же самые льготы, преференции и программы, которые действуют в Российской Федерации в качестве жилищного обустройства, социального характера и так далее. Да, пожалуйста. Роман, мы все время говорим, что людям, не важно, что там Россия хочет и так далее, люди решают свои вопросы. И, с одной стороны, это понятно. Но, на мой взгляд, мы все-таки сами здесь культивируем разрушение нашей государственности. Потому что мы утеряли государственные интересы, государственное понимание. Это программа называется «государственная программа». Государственное интересы заключается в том, чтобы начинать развивать регионы, в том числе через привлечение кадрового ресурса, и в конечном счете уже, я уверен, через год, через два, не только из-за рубежа. Я еще раз повторяю, мы будем переселять на Дальний Восток, если хотим жить, как большая страна, из Москвы и других мегаполисов. И по этой же, и по этой же, другое дело, другое дело, что мы не должны были играть. И второй момент. Гузылов тоже, вот, поезжайте на Дальний Восток. Ключевой вопрос, ключевой вопрос, это действительно, как совершенно правильно говорят, это как воспринимают местные жители, то, что приезжает человек, и он будет получать какие-то супер-преференции. Да не супер-преференции, да не супер, 20 никто не дал. Он будет давать дом, если ему будут давать дом, а соседу не будут, который здесь живет, и так далее. Поэтому, поэтому мы должны выделить приоритетные регионы. Это прежде всего Дальний Восток и Черноземья. Проблема в другом. Нет достойных рабочих мест, нет, понятных, механизмов воспроизводства населения. Население, поэтому у нас мужская земля, 7 раз, 35 лет, 7 раз больше, чем в Евросоюзе. Это значит, что у нас мужик молодой не может достойно заработать, создать семью и трех детей вырасти. Хорошо, хорошо. Тогда, 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 тогда давайте, вот есть предложение, ну давайте, вот я уже который раз это озвучил. Давайте честно скажем, что никакие программы нам не нужны, и не будем тратить один миллиард. Это не такие большие деньги. Да, да, да. Уважаемый, если вы пересчитаете на 30 тысяч человек, если вы... На какие 30 тысяч человек? На 30 тысяч, которые переехали в прошлом году, миллиард, сто миллионов, пересчитаете, вы увидите, что это небольшие деньги. Это если на 30 тысяч человек, да? Да. Я посчитаю. А, да, посчитаю. Уважаемые коллеги, вот прозвучала фраза по поводу... Очень высокого... Смертности у нас в стране, действительно, у нас мужчины с трудом доживают до 58 лет, вот я должен уже в гробу лежать. Нет, это ошибка. Это ошибка. Ну, около того. Больше. Создатель периодической системы, выдающийся ученый-химик Дмитрий Менделеев, он еще был выдающимся философом. И вот в начале 20 века он опубликовал философский труд, в котором сделал следующее пророчество, что если население Российской империи к 2050 году не будет составлять 500 миллионов человек, страна распадется. К сожалению, великий ученый никогда не ошибался в своих расчетах. Поэтому мы должны сделать все, о чем вот говорил коллега, чтобы мы, мужики, жили больше. Интерес государства, чтобы население страны, чтобы каждый гражданин России жил лучше завтра, чем он живет сегодня. Служи. Да, пожалуйста. Пожалуйста. К счастью, любой человек ошибается. В том числе и господин Менделеев. Что касается там количества, какого количества человек, это значит совершенно другой вопрос. Потому что тогда в Российской империи ежегодно нарождалось нового населения от 2 до 4,7 миллионов в начале 20 века. Поэтому Менделеев мог прогнозировать и такие цифры. А у нас каждый год 700-800 тысяч. Программа нужна по двум причинам. Значит, первое измерение – это государственная политика по отношению соотечественников за рубежом. Соответственно, государственная программа, которая обеспечивает тех, кто хочет оставаться соотечественником, то есть чувствовать себя сопричастным к культуре, традициям, истории России, но оставаться там, где он живет, за границей. Есть отдельная программа. И есть отдельная программа, которая обеспечивает возможность соотечественника, если он того пожелает, добровольно, поэтому так называется, переехать сюда. Эта программа никогда не будет программой репатриации, как в Германии или в Израиле, потому что именно потому, что вы, как вы социологически, да, значит, кого мы ожидаем, каких соотечественников русских? А у нас многонациональная страна. Потому что я русский человек, но страна наша многонациональная. И в этом смысле, как мы только переходим на этничность, у нас получается какой-то расизм внутри нашего полиэтнического общества. Никогда не будет программы репатриации, потому что в основе программ израильской и германской лежит этнический фактор. И только он. И еще. Экономический аспект. Да, эти программы в перспективе должны быть экономическими. Они изначально планировались как экономическими, как программы развития регионов. И в этом смысле основной этап должен был происходить в регионе, когда соотечественник приезжает. Соответственно, трудоустройство, обеспечение жильем и так далее. Жизнь показала, что не все так просто. Поэтому сейчас новый проект программы, он серьезно снимает те административные барьеры. Если сейчас программа практически прикрепляет человека к территории всей линии на уровне муниципалитета или села, то сегодня, то есть тот проект, который мы внесли в правительство... Он может перемещаться. Территория всего региона. Если он сейчас... Подождите, секундочку. Это же не навечно. Если сейчас, значит, только при условии наличия вакансии трудовой он может переехать, то есть только трудоустройство, то по новой госпрограмме и образовательный канал, и по самозанятости, и бизнес... Да, просто бизнесу не будут платить. И это социально справедливо. Программа, которую мы принимаем, новая программа, которая внесена в правительство, она в значительной степени более, так сказать, справедлива в социальном отношении. И поэтому, когда вы говорите, почему мы не принимаем, почему мы не дадим, почему не дадим, пусть не хоромы, но какое-то, так сказать, жилище, да потому что рядом, точно так же, должны решаться проблемы наших граждан, которые уже являются нашими гражданами. И если мы будем давать высокие преференции, а главная преференция все-таки, вот вы, как социологи, должны эти сказать, мотивация людей, которые приезжают. Первое – гражданство, второе – работа, третье – будущее для детей. И вот эти два аспекта – гражданство и будущее для детей – это наша страна предоставить можно. Игорь, очень коротко, пожалуйста, сейчас, очень коротко, буквально, да, очень коротко. Опять, на мой взгляд, уважаемые чиновники, занимаются лукавством здесь. Первое – вы говорите о программе, которая принимается, но еще не принята. На сегодняшний момент она не принята, но программа, поэтому все то, что мы сейчас здесь обсуждаем, это верно. Теперь, второе – по поводу гражданства. Динамика-то позитивная. Да, позитивная динамика в перспективе. Сейчас пока ее нет, в планах, в планах, она есть в планах. Второе – главное, что я хотел сказать. Главное, что я хотел сказать. Мы здесь впечатлили с цифрой полтора года. В течение всего-навсего полутора лет граждане, которые по переселению, добровольному переселению соотечественников переезжают, и мне, кстати, непонятен акцент на слово «добровольное переселение», потому что недобровольное переселение у нас было 50-60-70 лет назад, и поэтому, конечно, великое счастье, что это добровольное переселение. Вот по поводу Германии. Хочу вас также проинформировать конкретный пример. Мой товарищ, человек с высшим образованием, в 2000 году переехал в Германию, так он по-волоски немец. Внимание, он получил гражданство Германии по программе репатриации в течение двух недель. Почувствуйте разницу. Полтора года и две недели. Почувствуйте разницу. И поэтому, в высшей степени, на мой взгляд, унизительно для этнических русских, которые оказали за пределами России в тот момент, когда Советский Союз распался, в высшей степени унизительно даже полтора года ожидать гражданства. Они родились русские. Совершенно верно. И тут, что он нам говорит, я реплику слышал члена Совета Федерации, надо полтора года посмотреть, а вдруг они приехали заниматься, торговать наркотиками. Ну это просто смешно, эти аргументы слушают. Игорь Евгеньевич, а в высшей степени несправедливые законы... Воспоминание Совета Федеральной Миграционной Службы, о которой вы говорили, мы их звали, они не пришли. Не-не-не, я говорил о Плигене, председатель комитета, там надо менять закон. Он обещал... Он обещал это сделать, я в курсе. Давайте я опрос Игорь Евгеньевичу, все его доводы, они забьют за... Не получится разбить, не получится, гражданам... Друзья, ой, нет времени, нет времени. Мы считали, что 140 миллионов у нас, классически, наше соотечество, а в Германии таких людей и 10 миллионов не наберется. И мы не можем сравнивать 140 миллионов, которые депутатически могут вернуться, и несколько миллионов, которые возвращаются в Германию. Да, вы посмотрите, вот эти вот несколько миллионов, которые возвращаются в Германию, что они получают? Что они получают? Вы пересчитаете в этом деньги, и вы поймете, что на самом деле эти вот несколько миллионов, про которые вы говорите, очень можно даже сравнить со всеми 100 миллионами, если они вдруг решат сняться с якори и приехать в Наркан. По сравнению с тем, что мы им даем. Спасибо еще раз всем. У меня нет просто времени. Я все-таки настаиваю на том, что Россия это великая страна, и поэтому мы вполне можем позволить себе хотя бы не создавать этим людям, нашим соотечественникам, которые в свое время были отправлены туда, поднимать национальный, культурный уровень национальных республик, стройки века там и так далее, и так далее. Мы их туда отправили, сейчас они хотят вернуться, и мы, как великая страна, вполне можем себе позволить хотя бы не создавать им дополнительные трудности. Выдавать паспорта надо на границе, не паспорта, хотя бы временную регистрацию, чтобы они могли найти себе работу. Не надо держать этих людей в каких-то бараках, в которых жить невозможно, как в поселке Северный. Это просто стыдно. Мы можем себе позволить это не делать. И вот только тогда мы действительно можем говорить об имидже России. Вы знаете, после войны во Вьетнаме очень много родилось во Вьетнаме детишек у вьетнамских девушек, которых насиловали американские солдаты. И когда американцы оттуда ушли, этих метисов, их просто там все шпуняли, за людей не держали. Знаете, что сделали американцы? Они им всем выдали американское гражданство и забрали в Соединенные Штаты. И когда этот процесс начал разворачиваться, там просто этим вот самым метисам, которых еще вчера гнобили, как только могли, готовы были заплатить огромное количество денег, чтобы вместе с ними уехать в Штаты. Вот это имидж. Вот это имидж. Имидж это Израиль. Что они делали в Вьетнаме, скажите. Секундочку, если бы они не дали то, что они дали, они проиграли бы такие деньги в международных судах, что мама не балуй. Понятно. Они очень легко и закупились. Но я говорю об имидже. Мы же понимаем друг друга прекрасно. Имидж нашей страны выиграет в том случае, если люди начнут передавать друг другу информацию не о том, что они живут в бараках, и что им не дают там, я не знаю, документы. А когда они начнут, как это никто, как это никто, государство. А когда они будут передавать друг другу информацию, что Россия их действительно приняла с удовольствием и обеспечила хотя бы минимальным набором документов и каких-то условий. Все. Спасибо еще раз всем. А вы можете оставлять все свои комментарии на сайте третьего канала, на страничке программы «Право голоса». Встречаемся по будням в этой студии. Помните, что «Право голоса» есть у каждого.